Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим читать приключения Незнайки. В прошлой серии мы прочитали главу третью, которая называется, как Незнайка был художником. И сегодня вот эта глава четвертая, как Незнайка сочинял стихи. Ну что ж, погнали! Глава четвертая, как Незнайка сочинял стихи. После того, как у Незнайки не получилось художника, он решил сделать поэт, сочинять стихи. У него был знакомый поэт, который жил на улице Адуванчиков. И этого поэта по-настоящему звали Буддин. Но, как известно, все поэты очень любят красивые имена. Поэтому тогда Буддин начал писать стихи. Он выбрал себе другое имя и стал называться Цветиком. Однажды Незнайка пришел к Цветику и сказал. Слушай, Цветик, научи мне сочинять стихи. Я тоже хочу быть поэтом. А у тебя способности есть, спросил Цветик? Конечно, есть. Я очень способный, ответил Незнайка. Это надо проверить, сказал Цветик. Ты знаешь, что такое рифмы. Кстати, про рифмы. Тут я вам задал придумать рифмы. У меня здесь же хомячок есть. И, кстати, я там видел же такое чудо у франкистского, что там я бачу, який австрийский турлейбус. У нас тут таки ездят. И бачу, ну, то, який же табло другого коля у якогось. И бачу, то двести паший турлейбус. И что ж, тогда я вам придумал уже, чтобы вы придумали рифму задалом на слово напал. Уточнее, на слово хомячок. У меня, смотрите, видите, какой хомячок. Ну, давай, ладно, пошли. Кстати, про вопросики. Мы же в прошлой серии задавали нашим ребятам вопросик, чьи вы любите рисовать. И большинство написали, что любят. Рифмы? Нет, не знаю. Рифмы – это когда два слова оканчиваются однако. Объяснил цветик. Например, утка – шутка. Кожик – мужик. Понял? Понял. Ну, скажи, рифма – слово палка. Палка – селёдка. Селёдка – ответил, не знаю. Какая же это рифма? Палка – селёдка. Никакой рифмы нет в этих словах. Почему нет? Они ведь оканчиваются однако. Такого этого мало, сказал цветик. Надо, чтобы слова были плохими, так, чтобы получилось складно. Вот послушай. Палка – галка. Печка – свечка. Книжка – шишка. Понял, понял, закричал незнайка. Палка – галка. Печка – свечка. Книжка – шишка. Вот здорово, ха-ха-ха. Но придумай рифм на слово пакли, сказал цветик. Шмакли, ответил незнайка. Какая шмакли, удивился цветик. Разве есть такое слово? Разве нет? Конечно, нет. Но тогда рвакли. Что это за рвакли такая? Снова удивился цветик. Кстати, тут же вам вопросик опять такой придумал. Чего любите сочинять стихи? Вот как бы мы вам рифм придумали, пишите цифру 1 или слово «да», если любите сочинять стихи. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не любите. Следующую серию узнаем. А за какой вариант? Больше голосов. Ну, давай, погнали. Ну, это тогда рвут что-нибудь. Вот и получилось, срывакли, объяснил незнайка. Врешь ты все, сказал цветик. Такого слова не бывает. Надо подбирать такие слова, которые бывают, а не выдумывать. А если не могу подобрать другого слова, значит, у тебя нет способностей к поэзии. Ну, тогда придумай сам, какая тут рифма, ответил незнайка. Сейчас согласился цветик. Он остановился посреди комнаты, сложил на груди руки, голову наклонил на бок и стал думать. Потом поднял голову кверху и стал думать, глядя на потолок. Потом ухватился руками за собственной подбородом и стал думать, глядя на пол. Проделал все это, он стал бродить по комнате и потихоньку промотал при себя. Пакля-бакля, вакля-гакля, дакля-макля. Он долго так промотал, потом сказал, тьфу, что за слово? Это такое слово, на которое нет рифмы. Ну, вот, обрадовался незнайка сам, задает такие слова, до которых нет рифмы. Еще говорит, что я не способный. Ну, способный, способный, только отстань, сказал цветик. У меня голова разболелась. Зачай я так, чтобы был смысл и речь по вот тебе стихи. Неужели это так просто, удивился, не знай. Задёшься просто. Главное это способности иметь. Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел на пол, на потолок, держа мусорками за подбородок. И что-то бормотал по себе. И всё, и до этого мы закончили. И прочитаю вот это ещё. Наконец стихи были готовы, он сказал. А что, не знай-ка сказал, и всё, что с ним было, мы узнаем это в следующей серии. А сейчас я тут такой, мама моя вот задавала один для меня вопрос. Такой, чем мне тяжело снимать видео? Мне не тяжело снимать видео, мне как раз нормально. Это же показывает своё лицо, и здесь даже не так, как кто-то X2D снимает анимации. И всё, на этом мы заканчиваем. Что Незнайка сказал, мы узнаем в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайтесь на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok